Всем привет, с вами Игорь И сегодня у нас такое видео, давно уже обещал и хотел его сделать, вопросы ответы на вопросы да, вот кстати, кто зашел первый раз на мой канал, у меня канал по альтернативной энергетике короче ссылочки смотрите в описании там я оставлю на свою альтернативу всю и в конце видео тоже будут ссылочки там тепловой насос, все про тепловой насос, солнечный коллектор для отопления, солнечная электростанция, без инвертора ЭКБ и ветряк, все там смотрите и так, задавали мне вопросы люди и на те ответы, которые те вопросы, которые у меня еще не были озвучены не были сняты видео, я вот выписал и сегодня попробуем ответить, как можно больше, может за один видео, за одно не успеем то тогда на второе видео и так, вопрос номер ноль ну это не совсем по тепловому насосу, но все равно это людей интересует, где комменты куда деваются комментарии короче, я в этом не виноват я никакие комментарии не удаляю со своего канала, за всю историю моего канала у меня было там два раза или три, что там писали такое, какие-то глупости, там матюки там, такие совершенно неадекватные личности, вообще не по теме вот, то я их удалял это два или три раза за всю историю моего канала если там просто критика или здоровая критика нормальная, адекватная чье-то мнение не такое, как у меня я это не удаляю это удаляет YouTube вот, хотите верьте, хотите нет кстати, не только у меня это на канале такая проблема я уже написал и жалобу даже в службу поддержки там, куда деваются комментарии там, пускай проверяют или отключат мне эту функцию вообще, лучше я и сам буду фильтровать эти вообще этот фильтр пускай мне отключат я сам могу там посмотреть и поудалять то, что зачем такой фильтр вообще нужен, что он удаляет нормальные комментарии поэтому, товарищи, друзья не обижайтесь на меня я тут ни при чем ничего я не удалял никакие комментарии нормальные уже, я не знаю наверное, с полгода наверное, не удалял короче и так дальше да, а и если вы видите что ваш комментарий там не пропустил YouTube пишите опять его заново там, пробуйте как-то по-другому слова какие-то другие применить перефразировать мысль вот, как-то без каких-то цифр там, или подозрительных слов я не знаю как этот алгоритм работает сокращений каких-то там или ссылок там тоже часто смотрю, что ссылки на сторонние ресурсы он не пропускает о, и тогда этот комментарий дойдет короче стучите и он пройдет не прошел первый комментарий пишите второй, третий как-то по-другому и все пройдет и так дальше начинаем первый вопрос где я покупал комплектующие для своего теплоу насоса я покупал вот у меня даже осталась эта визиточка супермаркет холода я оставлю ссылку на этот интернет-магазин это Харьков кстати привет Харькову да это в Харькове интернет-магазин там есть все для того и называется супермаркет холода я практически все там покупал цены довольно адекватные фирма серьезная все высылают быстро все нормальное качественное ну никаких проблем я с ними не имел вообще единственное что я не у них покупал это компрессор ну что я нашел просто дешевле немножко немножко и ТРВ у них на то время не было Алковских ТРВ и я его нашел где-то в каком-то эксклюзивного дилера в Украине кто из России ой кто из России то там тоже есть полно интернет-магазинов кто смотрит меня из России вот там полно интернет-магазинов где можно купить это холодильное оборудование сейчас вообще в наш век интернета это не проблема и вот этих служб доставок как у нас новая почта там все остальные это не проблема заказал в интернете нашел пошел забрал на новую почту заплатил все все есть вот в этом есть говорю все вот этот супермаркет холода короче ссылку я оставлю в описании перед своим альтернативой так ответил на этот интернет-магазин второй вопрос как рассчитать испаритель теплового насоса ну чтобы долго не удалять не вдаряться так сказать в эти все формулы которые я тоже страшно не люблю эти все расчеты там уже есть готовый расчет это на 10 киловатт тепловой мощности надо 2 метра квадратных медной трубы 2 метра квадратных это как понимать 2 метра квадратных вот например у меня есть испаритель мой сделан из такой вот трубочки 3,8 медная мы ее берем разворачиваем ну не в буквальном смысле а расчетом и меряем площадь этой трубы ну например как это сделать очень просто число пи умножаем на диаметр трубы наружный диаметр понаружу не понутри меряем штангелем наружный диаметр трубочки своей которую мы будем применять умножаем на число пи на вот этот диаметр и на длину трубы и мы получаем площадь короче я вот даже перед видео это все умножал у меня получился мой испаритель почти 1 метр квадратный вот такой вот 3 8 метр да почти метр квадратный площадь вот такой трубы 3 8 это 30 метров да получается это получается 5 киловатт на 1 метр квадратный ну да если 10 киловатт на 2 метра значит на 1 квадратный метр 5 киловатт это получается у меня даже с запасом немного испаритель потому что мне 5 не надо вот мне хватает там даже 4 хватило вполне даже у меня там теплосем еще меньше даже чем 4 ну с запасиком у меня в принципе не проблема в прошлом видео я показывал как было лучше сделать испаритель так что смотрите вот вот так вот рассчитывается испаритель вот там есть плюс-минус какие-то конечно детали там ну лучше немножко больше сделать его там на процентов 20 накинуть 25 это хуже не будет вот так вот с такого расчета 10 киловатт на 2 метра квадратных или 5 киловатт на 1 метр квадратной площади медной трубы понятно дальше если сделать больший испаритель еще больше чем у меня есть а оно ничего не даст товарищи да что оно даст чуть-чуть можно сделать с запасом да но если намного больше там в 2 раза ну что оно даст все упрется просто в мощность компрессора то есть если компрессор он прокачивает там какой-то определенный объем он выше себя никак не приедет более этот старт стопный у меня компрессор он всегда работает на максимальную мощность то есть он может столько-то прокачать больше он не может даже если испаритель сможет выдать большую количество пара так что смысла его намного увеличивать не имеет никакого дальше где все это разместить тепловой насос я так понял оборудование там все вот это ну-ка что я вам скажу шум есть от него да шум есть ну какой шум примерно если вы не понимаете то подойдите к наружному блоку кондиционера наружному поближе и послушайте какой там шум вот это примерно такой шум будет издавать компрессор вот поэтому ну конечно в жилом помещении его не надо ставить лучше для него отдельное помещение выделить в доме там это помещение ну топочная например отдельно там может быть где-то постирочная какая-то кладовка я не знаю хорошо изолировать там стены если рядом спальни все такое вот ну чтобы его меньше было слышно хотя вот у меня вот я ошибся в том что у меня получается немного передается гул такой низкочастотный гул через трубки конденсатора конденсатор заходит в дом через стенку заходит теплоаккумулятор теплоаккумулятор это железный ящик и вот этот железный ящик он такое впечатление что он как бы резонирует какой-то резонанс что-то такое такие низкочастотные такие шумы есть рывками такими Оно не очень слышно В этой комнате, где он стоит Есть немного шум Поэтому в жилых помещениях Не надо ставить Снаружи дома Чтобы оно не замерзло В подвале, например, тоже подошло Чтобы оно не замерзнет Поэтому где мороз Конечно не надо ставить Потому что в испарителе вода Водяной контур замерзнет Там не надо Поэтому надо смотреть, чтобы не шумело в доме И в то же время, чтобы не замерзло Вот где-то такое место искать Дальше Можно ли греть тепловым насосом Выше 35? Можно, конечно А что же не можно? Но не надо Можно, но не нужно, так сказать Почему? Вот если вы посмотрите На характеристики Заводского теплового насоса Зайдите на сайт, где продаются Заводские тепловые насосы Вы увидите, что оптимальный режим работы Практически любого этого теплового насоса Заводского Это там пишут Так две цифры через дробь Первая цифра Это температура испарения Например, 8-10 Вторая цифра Температура конденсации Ну там, я смотрел Там, например, пишут 8-35 Это значит 8 температур испарения 35 конденсации Это самый оптимальный коп Максимальный, я бы сказал Даже коп Максимальный будет Потом там и указывается коп При таком вот режиме Потом дальше там пишут, например 5 дробь 45 Или 5-40 Там уже коп ниже будет Там, если 5-45 Еще ниже Там 0-45 Еще ниже 10-45 Или 10-50 Еще ниже Ну понимаете, да? Чем больше этот разрыв Между температурой испарения И Конденсацией Тем меньше Поэтому Можно Но зачем? Зачем? Лучше сделать теплые полы Или просто доставить радиаторов Таких вот, как я Вот все просто взял их И поставил больше Больше, чем мне надо 22-й тип стального радиатора Хотите, чтобы они меньше места занимали По площади Поставьте 33-й тип Стального радиатора Он будет толще Но меньше будет площади занимать Если не хотите Там специальные Есть низкотемпературные Они дороже будут Мне кажется Вот эти вот 33-й стальной тип Это самый оптимальный Был бы вариант Побольше их поставить И все Если не хотите Конечно, теплые полы Ну, теплые полы Это был бы Идеальный вариант Если вам надо ГВС ГВС вам надо То просто для этого Ну, ГВС Больше, понятное дело Надо температуру Для 50-60 То просто ставится Предконденсатор Перед основным конденсатором О, я это показывал В схеме Тут на доске Рисовал По-моему, называется Видео Тепловой насос Плюс ГВС Что-то такое Смотрите Короче, в плейлисте Там есть И у вас будет Всегда горячая вода Плюс 50-60 градусов Ну, что там Это с трубки Плюс 80 Выходит Вы немножко будете Отбирать температуру С этого Перегретого пара Плюс 80 И у вас будет Я же говорю Вода 50-60 градусов Точно будет Так Дальше Так что Ну, в этом смысла нет Лучше Вложиться В большее количество Радиаторов Или в теплый пол Один раз ложиться В один раз вложиться Чем потом Всю жизнь Переплачивать За электроэнергию С пониженным Коэффициентом Эффективности Своего теплового насоса То есть Сначала Сэкономить Но потом Я считаю Лучше Сначала Вложиться Но потом Экономить Чтобы у нас Коп был максимальный Компрессор Компрессор Тогда не греется Давление не зашкаливает Ну, одни плюсы Короче Дальше Хватает ли 35 градусов В радиаторах Ну, мне хватает Если Там Дом не утепленный Был бы Холодный Силикат У меня очень теплый дом Потолок утепленный И окна утепленные Так можно сказать Тройное остекление Плюс этот поликарбонат Стены Тоже толстые Пенопласт Потолок Все Ну, хватает Увеличенного количества При 35 градусов У меня 20 и выше Это если Постоянно Включать Ну, мне такая Не надо Сплю я Например Ну, мне Некомфортно Например Спать Если выше 20 градусов Ниже Да Организм Отдыхает Уже Ну, это в принципе Все знают Ну, а пока Еще вечером Ну, короче Мне хватает 18, 20, 22 Мне вот так Вот хватает Дом И это позволяет Если То есть Принцип Какой принцип В этом Чем ниже Температура Теплоносителя У нас есть Тем надо Больше Добавлять Площадь Теплоотдачи То есть Ну, вот Представьте себе У нас Вот, например Стены Все И пол Например Градусов Ну, сколько Например Так возьмем 25 градусов 25 градусов У нас, да Весь пол И все стены Ну, наружные Внутренние Не имею ввиду Сколько будет Температура В доме Вот я уверен Больше чем уверен Что Градуса на 2 Максимум на 3 Ниже Почему? Потому что Это большая Площадь Теплоотдачи Если у нас Стены И пол Будут 25 Радусов То в доме Будет точно 22-23 Это я вам Гарантирую Это я вам гарантирую Поэтому Вывод Все зависит Просто от площади Теплоотдачи Чем больше Площадь Теплоотдачи Тем меньше Можно снижать Температуру Теплоносителя В системе Отопления Так Дальше Идем Ну что Время бежит А Испаритель Медная труба В бочке Можно ли сделать Такой испаритель Да Чего же не можно Если у вас Так получается Поставьте бочку Я так понял 200 литровую Запихните туда Медную трубу И будет вам Испаритель Организуйте Проток Через эту Пускай там В бочку Сверху Затекает Снизу Вытекает Уже охлажденное Там куда-то Там в скважину Или куда она Будет у вас Вытекать Только единственный Момент Вот эти все Витки Спиралька Да Они должны быть Разного диаметра Желательно Ну просто Не на шота Наматывать Не на баллон Там на какой-то Шаблон Чтобы оно было Ровненько А чтобы они Были все Рукой Например Гнуть Они будут Тогда точно Разные Для чего Ну что у нас получается Вода как бы Опускается Снизу вверх И что вот эти вот Наши вот эти вот Все трубочки Были не в одну линию Одна тут Одна тут Одна тут Одна тут Одна тут Тогда лучше будет Теплообмен И между вот этой трубкой Теплоноситель Ну понятно Да Я кажется Выразился Так Времечко бежит Так что Вполне возможно Такой сделать Испаритель В бочке Медная труба Или даже Не медная труба Какой-то другой Испаритель Туда запихнуть Который Выдерживал бы Тоже давление Тоже Почему бы Нет Для чего Подогрев компрессора Ну основная причина Почему он нужен Я бы сказал Даже необходим Чтобы в компрессоре Не сконденсировался Жидкий фреон На момент пуска Жидкий фреон Будет конденсироваться В самой холодной Точке системы У меня например Компрессор Может быть Самый холодный Потому что он стоит Не в тепле Если я не Не включаю Часа 2-3 Потому что у меня Теплоаккумулятор есть То он может стать Самой холодной Точкой вполне И это будет Не очень хорошо Для компрессора На момент пуска Ну и вообще Даже сами понимаете Что так же Как двигатель Внутреннее сгорание Холодный пуск Отбирает Столько-то жизни Его ресурса Его продолжительность То же самое И с компрессором Холодный металл Холодное масло И все такое Но это не есть хорошо Тем более Высокотемпературный Компрессор На тепловые насосы Идут именно Высокотемпературные Кондиционерные Для него Нормальный режим Это плюс 80 Это он себя нормально Чувствует При плюс 8 Вот представьте А он Ему надо запуститься Например При плюс 10 Или плюс 5 Даже Или при нуле Вот как это ему Ему будет это Не очень приятно Совершенно Так Дальше вопросы Ну я не знаю Уже время тут Почти 20 минут Будет я видео Не хочу я наверно Затягивать И вопросов еще много Наверное я разделю Это видео на две части Будет еще вторая часть Вот Ну вот Сейчас на вот этом Вот вопросе Подчеркну Что я закончил Для чего Подогрев компрессора Кстати у меня есть По подогреву компрессора Там еще много видео В этом В плейлисте Смотрите Там Все есть Практически Об этом уже Кажется Говорил Для чего он Поэтому я считаю Что он нужен Даже необходим Так сказать Улучшите жизнь Своему компрессору Он дольше вам прослужит Он благодарит вас Долгой и надежной работой Ну все На сегодняшнее видео Хватит Пишите еще вопросы Что кого интересует Я их добавлю Во вторую часть Все Всем пока До следующих видео